Здравствуйте, товарищи! У нас сегодня мы рассматриваем по-прежнему главу 20-ю, простое воспроизводство второго тома Капитара. И сейчас мы немножко поговорим о завершении четвертого параграфа. Тут, по крайней мере, в моем издании он такой черточкой отделен, последняя здесь на две странички текста. И здесь Марк останавливается на такой вот вещи, что каждый кризис сразу уменьшает потребление предметов роскоши. Он замедляет, задерживает обратное превращение переменного капитала второй группы, это производство средств потребления, в денежный капитал. И делает возможным нефтистичное превращение, и тем самым выбрасывает на мостовую часть рабочих, производящих предметы роскоши. И в то же время, с другой стороны, именно этим самым кризис тормозита сокращает продажу необходимых предметов потребления. Мы уже не говорим об одновременном увольнении непроизводительных рабочих, которые за свои услуги получают от капиталистов часть затрат последних на предметы роскоши. Но тут неверный перевод у Маркса. Здесь, конечно, непроизводительных рабочих не бывает, здесь следует читать непроизводительных работников. Сами эти работники являются предметом роскоши, как замечает Маркс. И некоторые, которые принимают очень большое участие в потреблении как раз необходимых жизненных средств. Противоположное явление имеет место в период процветания, особенно во время расцвета спекуляций в этот период, когда относительная, выраженная в товары стоимость денег падает уже по другим причинам. Не по причине действительно революции в стоимости, а потому что цена этих товаров, независимо от их собственной стоимости, повышается. В этот период возрастает не только потребление необходимых жизненных средств. Рабочий крас, в который теперь активно вступает вся его резервная армия, на время принимает участие в потреблении обычно недоступных для него предметов роскоши, а также в той категории необходимых предметов потребления, большая часть которых обычно составляет «необходимые» предметы потребления лишь для красокапиталистов. Это, в свою очередь, вызывает повышение цен. То есть, вот здесь вот получается, что как бы Марк здесь солидаризуется с Прудоном, которого он громит в пятой граве своей работы «Нечета фирософии», а начинается она с обширной цитаты из Прудона, где Прудон говорит о том, что нет ничего более грубого, чем бороться за повышение заработной платы, ибо это ведет к возрастанию стоимости всего и вся, и, соответственно, к общему повышению цен, и несет только лишь дополнительные бедствия «рабочему красу». Вот получается, что здесь, как экономист Прудон был прав, что ли, и Маркс к тому времени, как начал написать «Капитар» 20 лет спустя, здесь с ним согласился. И далее тут Маркс пишет, да, что вот то, что товары не могут быть проданы, означает то, что для них не находится противоспособных покупателей, то есть потребителей. Вот. Ну и здесь он пишет про то, что пытаются объяснить причиной, недостатком противоспособного спроса, но и показывает, что другого спроса, кроме как противоспособного, быть не может. Ну и далее пишет, когда этой тавтологии пытаются придать вид более глубокого обоснования, утверждая, что рабочий крас получает слишком малую часть своего собственного продукта, и что, следовательно, беде можно помочь, если он будет получать более крупную долю продукта, то есть если его заработная плата возрастет, то в ответ достаточно только заметить, что кризисы каждый раз подготовляются как раз таким периодом, когда происходит общее повышение заработной платы, и рабочий крас действительно получает более крупную долю той части годового продукта, которая предназначена для потребления. Такой период, с точки зрения этих рыцарей «здравого» и «простого» человеческого смысла должен был бы, напротив, отдалить кризис. И так видно, что капиталистическое производство заключают все условия, которые не зависят от доброй или злой воли, и которые допускают относительное благополучие рабочего класса только на короткое время, да и то всегда лишь в качестве буревестника очередного кризиса. То есть здесь вот прямо по прудону получается, что вот боролись за повышение заработной платы и накликали на свою голову. Вот, Виктор Иванович, что можно сказать по этому поводу? Вот вы достаточно много цитировали из «Нищеты философии» и из «Капитала», и там добавили одно такое важное слово. Как бы? Вы тем самым спасаете положение. Как бы? Ведь не в «Нищете философии» Марс не говорит, что там либо надо бороться за повышение зарплаты, или не надо. Он не говорит об этом. Он говорит там о другом. Он критикует экономические основания или доводы прудона, к чему приведет рост заработной платы. И в «Капитале» он тоже не говорит в том отрывке, который вы привели, что там нужно бороться за повышение зарплаты или нет. Он критикует ходячую точку зрения, что повышение зарплаты якобы спасет от кризисов в какой-то мере капиталистов. Ну, понимать надо читать. То есть «Нищете философии» Марс что пишет? Приводит аргументы, какие против, повторяю, попыток обосновать своего прудона. Ну, например, повышение заработной платы или повышение цен на все продукты вообще ничему приведет. Насколько повысилась зарплата, насколько повысятся цены, все как было, так и останется. Да. Вот это вот во-первых. Во-вторых, не все так… Ну, я даже могу продолжить уже дальше. Есть такое понятие, как рост производительности труда, который действует обратно пропорционально. Или, например, если рабочие просто отвоевали у капиталиста часть прибавочной стоимости. Это не значит, что автоматически повысятся цены. Так ведь? Да. Это вот он говорит, ищите философии. А что касается… Сейчас, извиняюсь. Капитала. Вот здесь другие товарищи уже, скажем так, экономисты в Риме Марса говорят, что повышение заработной платы не приведет к тому, что смягчатся кризисы. Марф говорит, да ничего подобного. Не смягчатся. Потому что это одно из условий, точнее, в капитализме самом заключаются такие условия, которые приведут к тому, или последствиями будут такие, что повышение зарплаты – это лишь временное и лишь относительное. А потом все опять рухнет. И там доказывают, вот на примере, скажем, подотдела 2, производство средств производства. Как вы более расшифровали. Вот и все, что говорит Макс. А никаких выводов о том, что нужно бороться за повышение зарплаты или не нужно, здесь не следует. Если же мы должны дальше читать силам, смотреть позицию Марса на этот вопрос. Ну вот, а мы-то что можем сказать все-таки товарищам рабочим? Товарищам рабочим мы должны смотреть конкретную ситуацию. Вот я приведу два примера. Если возьмем статистику нашу официальную, последние данные по рабочим на 17-й год. После этого я пока не могу найти, может быть, наш Росстат отказался от этих данных. Средняя заработная плата рабочих была 36 тысяч. Из них квалифицированные рабочие 38 тысяч получали, а неквалифицированные 18 тысяч с небольшим. Вот на 18 тысяч может семья прожить? Нет. Это медленное умирание, это выживание. Медленное умирание. Поэтому вопрос повышения заработной платы стоит в России перед рабочими? Стоит. Должны мы поддерживать действия рабочего класса? Должны. Даже хотя бы по этому вопросу. А если, скажем, более широко посмотреть, что у нас, скажем так, рабочий класс готов сейчас совершить действия, как скажем, по перевороту в капиталистическом способе производства? Нет. В начале большого пути, в том числе, проходит этап экономической борьбы за копеечку с рублями. Основанием кризиса является не размер зарплаты, а прибавочный труд. Нужно убрать прибавочный труд, не путь кризисов. Вот совершенно правильно это, конечно, этап. А вот сейчас пока, как действует? Поддерживать любые действия организованно рабочего класса и за повышение заработной платы, и за снижение рабочего дня и так далее, и за улучшение условий труда. Вот, Виктор Иванович, ну тут еще вот два таких уточнения. А вот скажите, вот, скажем, повышение заработной платы и рабочие понесут эти деньги дополнительные в магазины, то есть увеличится производство второй группы, производство средств производства. Но ведь при увеличении производства, как правило, цена за единицу продукции падает, растет производительность труда. Это, в общем-то, общий закон производства. При увеличении объемов наблюдается рост производительности труда и снижение трудозатрат на выпуск одной единицы продукции. И это, во-первых. Это вот как вот вы считаете? Иван Михайлович, значит, вот здесь в экономике, в любой, скажем, каком-то, я возьму, категорию, закон, есть основная тенденция, да, и противодействующие тенденции. А конкретный результат будет, вот как вот они взаимодействуют между собой, какая возьмет веру. Поэтому вы взяли только две тенденции. А их, на самом деле, гораздо больше. Причем есть те, которые действуют к тому, что будут повышаться цены, а могут понижаться и так далее. В том числе и стоимость рабочей силы. Вот я приведу простой пример. Хорошо. Рабочие добились повышения заработной платы. И добились только за счет того, что капиталисты молча понизили свои прибыли. Значит, ничего не изменилось. Никакие цены не повысились. Просто рабочий класс отвоевал небольшую часть или там какую-то часть от совокупного общественного продукта в свою пользу за счет уменьшения доли капиталистов. Может быть такое. А может капиталисты не отдадут свою долю, а повысят цены. Может быть такой вариант. Виктор Аль. Там есть десятки различных вариантов. Но здесь стоял, если капиталисты понизят от своей прибыли, то произойдет определенное перераспределение во второй группе производить. Совершенно верно. Там от производителей группы B производители предметы роскоши в сторону группы A производителей предметов необходимых жизненных средств. Совершенно с вами согласен здесь, да. Соответственно, уменьшится производство предметов роскоши и, по идее, увеличится производство предметов первой необходимости. Соответственно, количество, скажем, заводов уменьшится. Рабочие, которые раньше производили предметы роскости, перекочуют на заводы группы производства предметов первой необходимости или жизненной необходимости. Здесь очень много будет вариантов. Но в целом, повторяем, вернемся к выводу Марса, что повышение заработной платы в условиях капитализма это либо временное, либо относительное. Оно не изменяет коренных причин экономических кризисов при капитализме. И вот, Виктор Иванович, в подтверждение вот этих выводов Маркса можно привести такие примеры, что, скажем, Великая Депрессия, она разразилась в США, разразилась после известного умоэкономического, вызванного благоприятной конъюнктурой по итогам Первой мировой войны. Тогда и росла зарплата, но тогда росли и прибыли капиталистов. То есть не за счет того, что рабочие за счет своей борьбы от прибыли капиталистов оттяпали. Росли и прибыли капиталистов, зарплата и доходы спекулянтов многочисленных. И вот этот пузырь, он в 1929 году, он лопнул. Да? Можно так сказать? Это не только пузырь, нет, не только, вот вы берете две тенденции, а есть еще рост объемов производства, за счет которого, объемы производства росли в той же Америке. И рост производительности труда был. Но в то же время, да, вот, это можно назвать, в кавычках, известным мыльным пузырем, которое взорвалось. Но это не мыльный пузырь. Когда мы говорим о мыльном пузыре, мы имеем в виду какие-то финансовые, так сказать, операции, финансовые действия. И это типичный классический кризис в перепроизводстве экономической. Корни, которые улетают, мы уже говорили об этом. Кризис, да, да, да. Перенакопление капитала, основного капитала. Я не слышал. Виктор Иванович, а вот кризис 2008 года, вот он тоже разразился после известного экономического бума, связанного с тем, что после уничтожения Советского Союза в Америке экономическая конъюнктура в 90-х годах была очень благоприятной. И там был большой подъем и так далее. И вот, так сказать, после этого вот разразился этот кризис, да, тоже определенный. Здесь нельзя вот так все однозначно сказать, значит, давайте так, если уж в общих чертах. Капитализм остался капитализм? Остался. Поэтому никуда причины, порождающие экономические кризисы, не делись, не исчезли. То есть они должны постоянно действовать и эти кризисы должны прорываться. Это первое. Второе. Что произошло после Великой Депрессии? Что капиталисты стали регулировать эти процессы. И сейчас у нас империализм, да, более государственно-монополистический капитализм. Государство монополии, там, в том лагере империализма, использует все возможные методы регулирования вот этого процесса. Их достаточно много. И поэтому кризисы, во-первых, смягчаются. Во-вторых, они не так равномерно происходят, там, раз в 8-10 лет кризис. В-третьих, там, начало, может быть, быть отсрочено. Заканчивается, может, по-другому. И много-много другого. И третье, значит, какая вот еще особенность, она, ну, разительно сейчас видна, это на то, что над реальным производством, над реальной экономикой, как говорят, огромный, вот здесь можно выразиться, мыльный пузырь, вот эта огромная финансовая настройка, которая давлеет. И которая порождает массу проблем. Потому что кризис, скажем, 2008 года, он где начался? В сфере вот этой финансовой, прежде всего. Там все полетело, рухнуло. Потом добралось до производства. То есть здесь достаточно много причин, скажем, это тема отдельного даже разговора. Может, ни одной лекции. То есть здесь нельзя вот так однозначно сказать. Да, нет. Хотя, повторяю, кризисы никуда не делись. Они пока есть капитализм, они всегда будут прорываться. Но в своеобразной форме. Причем в такой, может быть, форме, что вроде кризисовства и непонятно, в чем причина этих кризисов. А то, что рухнул, скажем так, социализм в ряде стран, в том числе СССР, наверное, какое-то влияние оказало. Но я не думаю, что это было основным. Нет, но тут... А уже внутренние причины никуда не делись. Был путь подъем большой, а вот потом кризис. Это я вот к тому, что это тут. А вот он так развивает капитализм. Сначала подъем, потом кризис, потом депрессия, потом оживление. Вот они, четыре фразы остались. Но, повторяю, они модифицируются. Давайте к пятому пункту. Давайте к пятому пункту, да. Мы рассмотрим последствия не обмена денежным обращением. Александр Евгеньевич, что вы тут скажете по этому поводу? Да. Тут важно рассматривать, что переменный капитал и прибавочная стоимость первого подразделения капиталистов, которые производят средства производства, равняется постоянному капиталу второго подразделения капиталистов, которые производят средства потребления. Да, и в этом пункте Марс начинает рассматривать все эти взаимосвязи. Обращает внимание на важность денежного оборота. То есть, если он приводит пример, то если разбить годовой оборот, скажем так, на четыре, ему понадобится на покупку не тысячу фунта стерлинов, а по 250. И от этого будет зависеть необходимое количество денег, которое необходимо для оборота, соответственно, денежного и обмена на... денег на постоянный капитал, на необходимый переменный капитал. И, ну, то есть, получается, что... Вперед забежал. Сначала он рассказывает о том, как у нас происходит эта взаимосвязь, что если рабочие первого подразделения, которое производит средства производства, получили заработную плату, и сами капиталисты этого первого подразделения, которые получили прибавочную стоимость, то они в рамках этого простого производства, которое мы сейчас рассматриваем абстрактно, они это все несут капиталистам второго подразделения, приобретая необходимые для них средства потребления. А капиталисты второго подразделения... Слышно, Миконят? Очень хорошо слышно. А капиталисты второго подразделения обратно эти деньги, получается, несут капиталистам первого подразделения, чтобы купить у них необходимые им средства производства. То есть, получается, что... Когда капиталист первого подразделения выдает эту заработную плату в виде переменного капитала, то он ничего не теряет. То есть, она к нему возвращается. Также Маркс рассматривает тот момент, когда капиталисты второго производства, которые производят средства потребления, приобретая необходимые для них средства производства у капиталистов первого подразделения, то эти деньги, которые попали в первое подразделение, которое производит средства производства, оно в процессе соединения средств производства с рабочей силой оказываются в виде переменного капитала и прибавочной стоимости, опять-таки попадают капиталистам второго подразделения. Ну, как-то так я вот пока уловил. Александр Евгеньевич, это, так сказать, вы подробно все расписали. Да, это вы подробно все расписали. Но здесь, в общем-то, парфос этого пятого пункта о последствии необмена денежным обращением. То есть, здесь вот Маркс пишет, что для товарного обращения всегда необходимы вещи двоякого рода. Товары, которые бросают обращение, и деньги, которые тоже бросают обращение. Процесс обращения не заканчивается, тут сам себя цитируют из первого тома капитала. Процесс обращения не заканчивается, как непосредственно обмен продуктами, после того, как потребительные стоимости поменялись местами и владельцами. Деньги не исчезают от того, что они в конце выпадают из ряда метаморфозов данного товара. Они снова и снова осаждаются в тех пунктах процесса обращения, которые очищаются тем или другим товаром. И так далее. Вот. Ну и таким образом, хотя деньги в своем обращении проходят в большей или меньшей мере через всякие руки, масса обращающихся денег принадлежит денежным капиталистам. То есть там понятие финансовый капитал при марксе не было. Вот он пишет денежным капиталистам, еще не сформировался финансовый капитал тогда. То есть подразделение у денежного капитала, организованному и сконцентрированному в форме банков. Тот способ, каким это подразделение авансирует свой капитал, в конечном счете обуславливает постоянный обратный плиток к нему этого капитала в денежной форме. Вот. Ну и вот здесь в частности разбирается, что рабочие, которые на первую статью... А? Да-да-да. Получается, чем больше денег бросает капиталист в оборот, тем он больше мотивирует это все, больше ускоряет. Все эти обороты и денежные, и товарные, и производительные. Александр Евгеньевич, здесь надо понимать, что здесь берется такой идеализированный случай, когда корабль с товаром там по пути в Индию не утонул, когда все, что продали, все, что произвели, удалось продать и так далее. Ну мы же сейчас пока идеализированный случай рассматриваем в виде простого воспроизводства, нерасширенного. Ну да. Вот. Рабочий, который на первой стадии был продавцом торгов, собственно, рабочей серии, на второй стадии, как покупатель, как владелец денег, противостоит капиталисту, как продавцу товаров. Таким образом, деньги, затраченные капиталистом на заработную плату, притекают к нему обратно. Поскольку продажа товаров не связана с надувательством, то есть идеализированный случай опять же, поскольку при этом в виде товаров и денег обмениваются эквиваленты, поскольку такая продажа не представляет собой процесса, посредством которого обращается капиталист. Он не оплачивает рабочего дважды, сначала деньгами, потом товарами. Деньги капиталиста возвращаются к нему, когда рабочий обменивает деньги на товар этого капиталиста. Но денежный капитал, превращенный в переменный капитал, то есть деньги, авансированные на заработную плату, играют главный роль в самом денежном обращении. Потому что рабочий не может надолго, на самом деле, хотя и говорят, что вот аванс получил рабочий, на самом деле не капиталист авансирует рабочего, аванс это подразумевается вообще, говоря по изначальному смыслу, это деньги заплаченные за еще не выпорненную работу в начале. На самом деле капиталист практически никогда не авансирует рабочего. Так называемый аванс, выплачиваемый, вот у нас сейчас через полмесяца работы, на самом деле рабочий авансирует капиталиста, он две недели на него работает бесплатно, и лишь через две недели получает так называемый аванс, который на самом деле уже во всю зарплату. Но рабочий красс, он не может долго так существовать без зарплаты. Рабочему крассу приходится жить, перебиваясь со дня на день. А поэтому он не может кредитовать промышленных капиталистов на продолжительный срок. Поэтому ему надо на короткие, через короткие сроки рабочим надо выплачивать деньги. И вот здесь тоже вот этот денежный капитал имеет, играет большую роль. Да, Виктор Иванович, мы ничего тут не забыли в этом промежутке до черточки? Да нет, суть-то сказана. Я могу только повторить все, что сказали, это сказано совершенно правильно. Как бы ни забыли ни мы, ни слушатели то, с чего мы начинали, и уже еще до Нового года рассматривали. Мы рассматриваем простое воспроизводство и вывели первое условие простого воспроизводства. Это когда переменный капитал или заработная плата рабочих первого подразделения и прибавочная стоимость капиталистов первого подразделения должны равняться стоимости потребленных средств производства капиталистов второго подразделения. Вот такое условие. Но оно абстрактное. Я, кстати, слово идеализированное, как мне, не нравится. В науке используется понятие абстракция. Мы абстрагируемся от каких-то несущественных или мешающих выявить экономические закономерности и фактов. Корабли потонули, пожар случился и так далее. Вот возвращаемся. Вот такое вот мы вывели условие. А как оно, если мы подниматься от самых, так сказать, сущностей поверхности, как оно посредственно? Вот Александр Евгеньевич все правильно рассказал, и там по пунктикам расписал. В жизни оно посредствуется денежным обращением. И там вот в этом параграфе, буквально на второй, третьей странице, Марк по пунктикам расписывает, как это происходит поближе к реальной жизни. Уже не идеализированно, как вы говорите, да, не абстрактно, а более конкретно. То есть капиталист первого подразделения выплачивает заработную плату рабочим своего подразделения. Они эти денежки, эту заработную плату куда несут? В упрощенном тоже виде. Капиталисты второго подразделения покупают у них предметы потребления. Капиталисты второго подразделения что получили? Это вот заработную плату, сумму точнее, денег, которая равняется заработной плате рабочих первого подразделения. Что они с этой суммой денег любят? Покупают средства производства, которые потребили у себя, покупают у кого? У капиталистов первого подразделения. И так дальше по всей цепочке пойдем. То есть вот это все было сказано. Я только могу повторить, уже третий раз. И плюс, Иван Михайлович, вы добавили, что да, банковские капиталисты или денежные капиталисты как раз вот хозяйничают в сфере денежного обращения. Да, из них потом получается финансовый капитал, соединение банковского и промышленного капитала на стадии монополистического капитализма. Риск как бы погрешения банковским капиталом промышленного. Так, ну что, следующий, Александр Евгеньевич, вы тут как тут обмен совершается следующим образом. Тут вот такое вот, как сказать, предисловие вот этой графки, ну не графки, вот этого кусочка текста, может, можно опустить. А здесь вот прямо по пунктам у Маркса очень четко расписано, как совершается вот этот обмен между первым подразделением, переменным капиталом и прибавочной стоимостью, и вторым подразделением, основным капиталом, постоянным капиталом. Александр Евгеньевич об этом уже и рассказал. А, то есть он уже шестой пункт, да? Нет, это уже рассказал. Заканчиваем, надо к шестому переходить, к основному, к постоянному капиталу первого подразделения. Он очень коротенький, поскольку там экономически все понятно. Да, постоянный капитал подразделения один. Но его стоимость равна появляющейся в товарном продукте один стоимости средств производства. Я напоминаю, уважаемые товарищи, мы должны не забывать, что простое воспроизводство, условия реализации при простом воспроизводстве, как и при расширенном, мы должны рассматривать в двух ипостасях, двух сторон. По стоимостной форме и по натуральной вещественной. Значит, по стоимостной форме 1С это что такое? Стоимость потребленных средств производства первого подразделения. А по натуральной вещественной это что такое? Это износ станков. А также расходы там... Обстранируется это, полностью употребляется. Речь по натуральной вещественной составляющей, результатам производства первого подразделения что является? Средства производства, станки, средства производства. То есть, еще раз, по натуре, или по натуральной вещественной, это станки, оборудование и прочее, средства производства, одним словом. А по стоимости это что такое? Стоимость потребленных тех же средств производства. Это уже подразделение. Поэтому как осуществляется обмен? Это значит, что капиталисты первого подразделения у себя внутри не получают их. Если можно сказать обменом. Им же не нужно обращаться к капиталистам второго подразделения, чтобы купить средства производства. Там предметы потребления производятся. Это все происходит внутри первого подразделения. Поэтому все просто. Они сами у себя покупают, как бы в кавычке сказать. Сами у себя покупают. Они должны произвести средства производства столько, чтобы, во-первых, покрыть убыль средств производства своего подразделения, вот износ станков в ходе этого, и снабдить средствами производства вторую группу, которую те потратили на производство товаров народного потребления. Я еще напоминаю, здесь износа пока нет. Здесь речи, как Марс абстрагируется от этого. Это усложняет. Это дальнейшее уже. А, то есть... Просто потребленные средства производства. Ну, хорошо. Полностью потребленные. Да полностью не потребленные. А он есть износа. Марс абстрагируется от этого пока. Виктор Иванович, здесь другой вопрос решается. А вот второй вывод он сделает совершенно правильный. что должно быть произведено столько средств производства, чтобы возместить... В первом подразделении должно быть произведено столько средств производства, чтобы возместить, полностью возместить, мы о простом производстве говорим, потребленные средства производства первого подразделения и потребленные средства производства второго подразделения. Это правильный вывод. То есть, колючие смазочные материалы и так далее. Да. Станки, оборудование, все, что потребили. Это в целом Мы говорим, что от износа станков и оборудования Мы абстрагируемся пока от этого То есть только Здесь есть ее только о втором подразделении Нет, не так Почему у второго подразделения? И о первом и о втором Средства подразделения тоже нужно Мы компенсируем оборотный капитал Да нету здесь оборотного Иван Михайлович, абстрагируемся от этого Мы пока на уровне первого тома Где у нас есть постоянный капитал Хорошо, постоянный капитал Постоянный капитал у нас входит Горюче-смазочные То, что мы потребляем полностью Все средства Все Все средства производят Очень хорошо Значит, вот мы в первой группе потребили Столько-то горюче-смазочных материалов Мы их рассматриваем И обстрагируемся Конечно, рассматриваем Иван Михайлович Вот вы прицепились к горюче-смазочным материалам Все средства производства Вот у нас есть единый постоянный капитал Который входит в средства производства без различия Их на основной оборотный Там на горюче-смазочных материалов И свои собственные И первое, и второе И первое, и второе Вот Вот точка И свои собственные Вот и все Вот это я и хотел То есть свои собственные Второй группы И возвращаемся к шестому параграфу Да Что здесь обмен очень простой Поскольку по натуральной вещественной составляющей Продукция первого подразделения Это средства производства А по стоимости Это стоимость потребленных Средств производства В первом подразделении То есть капиталисты первого подразделения Внутри себя Внутри своей подгруппы Все это осуществляют Вот они потребили средства производства И произвели ровно столько же И сами у себя взяли Сами себе компенсировали То есть в этом процессе Не участвуют капиталисты второго подразделения И второе подразделение в целом не участвует Поскольку там производятся предметы потребления. Поэтому параграф, посмотрите, он очень коротенький, по-моему, две или три странички. Там все понятно. Если вернемся, вот раньше мы рассматривали, как был обмен. Был обмен между первым и вторым подразделениями. Зарплату рабочие первого подразделения несли во второе, там покупали предметы потребления. И капиталисты первого подразделения прибавочную стоимость реализовали во втором. Здесь все просто. Внутри первого подразделения все это осуществляется. То есть здесь происходит только то, что происходит, то есть описывается в том параграфе, только то, что происходит в подразделении 1, в постоянном капитале подразделения 1. Нет, там, по-моему, и по второму надо посмотреть, как идет. Вот тут и второе затрагивается. Конечно, затрагивается. Вот последовательно идем. Причем, как я понял, что Марс обращает внимание, что все начинается с подразделения 1. Потому что если бы подразделение 1 не сделало бы средства производства, то и само подразделение 1 не смогло бы возобновлять производство. И, соответственно, капиталисты подразделения 2 тоже ничего бы не смогли сделать, потому что бы не получили бы эти средства производства от капиталистов первого подразделения. Да, это очень важный вывод вы заметили и воспроизводите. На этом основывается известное положение, определяющее роли производства средств производства по отношению к производству предметопотребления. Ну, вроде шестой раз живали. Ну, там, если уж берем потребленные средства производства 2-го подразделения. Но это можно повторить, что же. Ну, как? По стоимости, стоимость потребленных средств производства 2-го подразделения должна равняться стоимости переменного капитала и прибавочной стоимости капиталистов 1-го подразделения. По стоимости. А по натуре капиталисты 2-го подразделения где могут получить потребленные средства производства в их подразделениях? Обращаясь к капиталистам 1-го подразделения. Ну, это логически рассуждаясь. Ну, тут вот в конце Маркс пишет, что если производство было общественным или капиталистическим, то ясно, что продукты подразделения 1 в целях воспроизводства не менее постоянно распределялись бы вновь как средства производства между отраслями производства этого подразделения. Одна часть непосредственно оставалась бы в той отрасли производства, из которой она вышла как продукт. Напротив, другая переходила бы в другие отрасли. И таким образом, между различными отраслями производства этого подразделения установилось бы постоянное движение в противоположных направлениях. Только я вот не понимаю При капиталистическом производстве Что-то а в чем здесь А разве здесь нет вот этого Постоянного движения в противоположных направлениях Что-то или я Туплю немного или чего-то здесь Не понял вопроса Вот Маркс пишет То есть производство было Обсистимо не капиталистическим Ну и так далее Между различными отраслями Производства этого подразделения Установилась его постоянное движение В противоположных направлениях Подразделение 1 имеется в виду А при капиталистическом разве этого нет Движения в противоположных направлениях В отрасли подразделения 1 Надо почитать повнимательнее Посмотреть, что там Маркс имел в виду Может там отраслевой разрез Маркс приводил до этого пример Разбил на некоторые подотрасли Производство первой группы А на какие подотрасли Производство первой группы Ну так как пример Как пример Смотреть надо Я что-то это упустил Ну вот Маркс пишет Постоянный капитал подразделения 1 Состоит из совокупной массы Различных групп капитала Вложенных в различные отрасли Столько-то в доме Ну это прямо Донбасс у нас тут Ну тут вот надо это дело Как-то вот я здесь не очень это дело чувствую Хочешь почитать внимательно еще раз Почитать-то надо внимательно Почитаешь То есть Маркс еще дальше углубляется Ну что 6 мы Можно сказать Как-то тут проковыляли С 6 пунктов Да? Переком пополам Да Ну что-то На следующий раз 7 Ну и может быть Если что-то тут еще уяснил В 6 Может быть Начнем так сказать Надо заканчивать Надо заканчивать Надо заканчивать Подразделения Ну да Это кстати Большой пункт А нет Не очень Это На мой взгляд На Адама Смита Значит Надо прочитать Весь раздел Надо Видеть картину А как у нас получится Так получится Ну да Ну надо сказать Что это Так Когда там у нас получается Теперь Восьмого 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 Ну надо сказать Что этот материал Отсел Он очень кропотливый И такой В общем-то Ну у меня По крайней мере В голове Он тяжело укладывается В каком-то смысле Даже тяжелее Чем Первый том В первом томе Там более на уровне логики Сложные вещи А здесь вот Как-то все кропотливое Такое Надо так сказать Сказать Всемирачам Разбираться Но вот Разобравшись В этих вещах Конечно Действительно Многое становится Понятным По народной Производству Капиталистического И как кризисы Там формируются И так далее Вот этот материал Этот очень важный Ну в нем Разобраться Разберемся Значит 22-го встречаемся Да Да Все Все тогда До свидания Ага Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok